Доброе утро! Ну что, путешествие в Горно-Алтайск начинается. Я в Домодедово, в городе. Еду в аэропорт Домодедово и в 5 часов вечера, по местному времени, конечно, потому что в Москве еще раннее утро. Самолет в 8.40. О, даже кто-то здесь куриц держит прямо на фоне таких домов. Это Домодедово, и я, может быть, приеду сюда и сниму настоящий выпуск об этом городе. Ну, путь мой сейчас на ЖД-станцию. Самый простой и надежный способ. 19 минут отсюда, и я в аэропорту. Я здесь жил, места знаю хорошо, в принципе. Ну, большую часть города, скажем так, на Моноколесе точно объехал. Ладно, приятного просмотра. Начинаем. Птички поют. Домодедово, конечно, в 6 утра выглядит совершенно по-другому. Здесь несколько раз сбивали людей, подростков, но вроде как никто не погиб, насколько я знаю. Поэтому поставили такие мощные железные ограждения. Ленин. Заметил, что много где по России памятник Ленину еще остался. В Москве я что-то не припомню. Хотя наверняка есть где-то, но особо не видел. Один из самых старых памятников Кольчугина, где была у меня квартира. Сквер имени Ленина. У меня окна дома туда выходили. Знаете, я нисколько не жалею, что продал эту квартиру вообще. Я же на эти деньги реально дом купил. Второй дом. То есть я научился распоряжаться деньгами. Ну, можно сказать, инвестировать. Громко сказано, конечно, там. Но все равно, знаете, это все-таки не 50 тысяч, а это речь идет на сотни тысяч. А квартиру я вообще больше миллиона продал. Как бы потихонечку расту. А то надоело, знаете, всю жизнь, столько лет жить, и все как-то это впритык-впритык. Тут уже хочется распоряжаться деньгами большими, хотя бы сотнями тысяч, а лучше миллионами. Хотя, безусловно, я считаю порочной и какую-то сумасшедшую денежную систему, когда людей оценивают не по доброте, не по качествам, которые помогают другим людям, не по щедрости, я не знаю, не по каким критериям. Только заработал бабла, тебе попу целуют. Ну, грубо. И не все, конечно, а часть таких негодяев. Люди-слуги, которые при власти, при богатых людях служат им. Не обязательно, как раньше там были лакеи, кто там еще, просто слуги. Нет, не обязательно так. И не обязательно я не про гувернантов говорю, гувернанток, то есть, а просто людей, которые поддакивают, которые по имени-отчеству уважительно относятся к людям, ко власти, к деньгам. Я не говорю, что людей не надо уважать, но не тех людей надо уважать, кого принято в нашем мире. Совсем не тех. Вот, что я хочу донести. Это моя точка зрения, я имею на нее право, так же, как и вы, на свою точку зрения. То есть, человек, к примеру, который спасает жизни, работает на скорой. Или человек, который особенно детками занимается. Эти люди достойны уважения, если это люди действительно хорошо делают свою работу, потому что бывают такие люди, что... Ну, нам везло, вроде как у Тимура учителя, учителя нормальные были. Но если вот такие люди, которые действительно с удовольствием занимаются, с детьми, спасают жизнь, учит людей, что-то для людей делают, то эти люди достойны уважения. Но не поклонения, как у нас. У нас культ вообще какой-то, как средневековье. Культ одного человека, президента, культ чиновников. Это страшно. Это просто... Я надеюсь, наш мир изменится, потому что то, что происходит, это ведет к страшным посредствиям, которые мы и наблюдаем, собственно, сейчас в 22-м году. Это безумие абсолютное. И большинство на это согласны, что самое страшное. Самое страшное. Ну, да ладно, не будем о грустном. Опять же, вот этот корововирус, как я его называю, сколько людей в комментариях встречаются, которые всего боятся. Но никто не задумывается, что почему-то вдруг в феврале, вопреки всем законам эпидемиологии, он вдруг исчез и перестал быть опасным. Это как? Какие же вы люди внушаемые, Господи. Я не лучше вас. Может быть, я совсем и хуже вас. Но здравый смысл включайте иногда. Обещал эту тему не касаться, но опять же, никто не умер абсолютно. Сейчас начнутся писанина вот эта. Большинство переболели, так же, как и болели гриппом. Я сам переболел. Подавляющее большинство тех, кого я знаю. И, знаете, люди всегда умирали. Всегда. К сожалению, от осложнений, от разных болезней. Поэтому то, что нас кошмарили эти годы. А приезжаю в Анапу в самый разгар, в 2020 году. Ну, адище. В метро не пускают, в торговые центры не пускают. Просто сюр. Оруэлл отдыхает просто. Это вообще сюр просто полный. И тут приезжаю в Анапу. Эти проклятые намордники. Максимум в Дикси, в Пятерочке. Так на подбородке. Ну, у всех почти, ладно. Все-таки требуют. Все. Люди дышат друг на друга. Люди плечом к плечу покупают продукты. Пивко. Никаких вспышек. Ничего. Никто не кашляет. Никто не болеет. Вообще бред какой-то. Просто бред. Потом в Москву вернулся. Опять же, самолет. И вот это вот. Самолет не взлетит. Пока вы намордник не оденете. Не станете таким же рабом, как все. Матом хочется сказать. Вообще. Ребята. Как мы позволяем с собой делать все, что хотим. Не знаю кому. Ну, это какое-то безумие. Где с миром, чуть-чуть его покачав, можно сделать все, что угодно. Ну, ладно. Надеюсь на лучшее, как всегда. От нас все зависит. Больше не откало. Индустриально так, да? Железо, железо. Знаете, всем хорошего настроения. Потому что, несмотря на то, что я спал мало, сейчас всего 6 часов утра, настроение у меня замечательное. Чего я вам всем и желаю. Самое главное. Это не наигранность. Это действительно у меня такое внутри. Некоторых это просто раздражает. Особенно тех, кто поныть любит, как все плохо. Как все печально. Знаете, я сам раньше отчасти таким был. Помню, на работу полтора часа едешь куда-нибудь там в Братеево. Куда-нибудь на Красную Ветку. Самый конец куда-нибудь на улице Подбельского. Полтора часа обратно. Ну, я в себе нашел силы измениться к лучшему. Ну, со стороны, конечно, виднее. Себя очень сложно оценивать адекватно и объективно любому человеку. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, классика, то есть, если где-то можно нажиться, то наши сволочи наживутся. И тут, может быть, даже не вина продавцов, а вина администрации, которая дорого все это сдает. А может быть, и те, и те виноваты. Потому что здесь, когда с детьми особенно едешь, если с собой что-то не возьмешь, то покупать все очень дорого будет. И это не на пустом месте моя претензия, а в том, что бутылка воды, если она стоит везде 30 на 50 рублей, то почему здесь она должна стоить дороже, ведь здесь, наоборот, трафик больше, людей больше, которые хотят пить. И просто наживаются от того, что у людей выбора нет. Вот и все. И, ну, к сожалению, это так. Ладно, у меня еще полтора часа. Классика. В аэропорт лучше приезжать сильно заранее. Хоть даже и на... Не на машине, не на такси, а все равно. Лучше приехать заранее. Я стараюсь где-то за полтора часа уже быть на месте и подойти к стойке регистрации. Хотя онлайн, безусловно, я, конечно же, зарегистрирован. В общем, хорошего мне полета, хорошего настроения всем вам. Здесь уже места знаю, где посидеть, где народу немного на втором этаже. Слушайте. Сейчас аэропорт немножко покажу. Знаете, я думал, Макдональдс закрыт, но где-то и вывеску не сменили. Пойдемте посмотрим. Попугай у вас немножко ценами. Потому что вы просто офигеете. Надо же. Вообще, конечно. Кофеек, сколько самый недорогой. Возьмем Американо. Это еще ладно. Пиво, слушайте. Ну, пиво пить, конечно, не надо, но оно здесь есть. Ну, в общем, как-то так. Надо же, все работает. Россия. Я и говорю, что можно было название не менять, в принципе. Зачем эта дурацкая вкусноточка? Никому не нравится, именно в том числе. Странная, непонятная. Перспектива непонятная. Несколько раз заходил в Макдак, и народу явно меньше. И дело не во времени, в которое я захожу, а как-то это. И на Курске зашел вечером. Тоже столики свободные были, ажиотажа нет, как раньше. Я там картошку раньше брал. Ну, либо субъективно, либо действительно картошка как-то стала как будто хуже. Воденистая какая-то. Ну, может быть, это так, знаете. Я не испытываю ни приязни ни к Макдональдсу, ни вкусноточки. Желаю им удачи. Но название действительно трэшевое. Как будто школьники какие-то назвали. Какие-то очень странные люди, конечно, они. Так назвать, как ее сокращать? Макдак маком был. Оставили бы, и все. Уж знаете, пофигу на самом деле в такой ситуации. Вот, пожалуйста, в аэропорту оставили Макдональдс. И никого не парят. В суд никто не подаст. Репутацию уже терять нечего. Я не понимаю, зачем все это затеяли. Оставили бы Мак, как Сбербанк. Сократили до Сбера официально. Так и Макдональдс Мак бы стал, и все. Просто Мак. Чего городить огород? Вывески менять? Непонятно. Ну, конечно, я не претендую на истину в последней инстанции. Это мое мнение. Честно говоря, глубоко наплевать. Есть Макдак, нет. Что там? Это вообще, конечно, не самое важное. Ладно, скоро уже вылет. Ну, нравится мне этот аэропорт. Хороший. Реально хороший. Что-то не судьба подключиться. Не знаю, почему. Ноутбук вроде работает без проблем. Но не цепанулся. Либо сигнал плохой, хотя показывает. Вроде как есть. Но что-то печально. Хотел видео догрузить. У меня два видео еще не загружены. Два выпуска. Но что-то с интернетом какие-то траблы. Из пикселя пробовал раздавать. И домодедовскому подключиться. Вроде сигнал есть. Странно. В общем, непонятно. Ну, ладно. Приеду в Горналтайск. Там уже все загружу. Контроль прошел. Все. Идем. С-7, конечно, красавчики. Больше всего мне нравится. Но сейчас самая выгодная цена была... Этот... Самая выгодная цена была Урал. Победы я бы не полетел. Полный отстой, дно. И не хочу ими летать. Лучше я переплачу 2-3 тысячи. Но на себе экономить не хочу. Только от безысходности Победы летаю. Отвратительная компания у меня прям вообще. Даже расстояние между креслами как будто там меньше. Либо это я уже придираюсь. Но компания днище. Два раза летал и больше не хочу. А вот Аэрофлот тоже так себе. Дороже. А смысла никакого нет переплачивать. С-7. Сибирь. Очень уважаю. Очень классные. Единственное, они не кошмарили с этими намордниками. Единственное. Остальные, конечно. Они реально не кошмарили. Более человечные. Более смелые. Более адекватные. Просто я летал часто в так называемом пандемию. Рейсов, наверное... Ну, рейсов 8-10 за эти два года все равно сделал. И Анапа, и Краснодар, и Горно-Алтайск три раза. Да даже больше, наверное. Всего полетов, наверное, 12-14 было. Ну, туда-обратно считать. Ну, здесь цены, кстати, еще не такие драконовские, кстати. Дороже, конечно, чем даже в Москве. Ну, что-то можно заказать. Даже с детьми, если едешь с двумя. Как-то... Ну, все равно дороже, чем везде. 670 рублей. Неплохо. Сколько у меня полетов было уже? Под сотню, наверное. Слушайте, в хвосте самолета ощущения немножко другие. Я первый раз лечу в хвосте. Все время в серединке сидел. А сейчас так получилось. Лучше в хвосте, конечно, не сидеть. Как-то не очень комфортно. Это Домодедово, если я правильно понимаю. А там дальше новое, точно. Вон новое Домодедово. Вот это новое. Урыжово улице я там жил. А это старое. И вон Лунная улица, да, вот там. Я жил на Рабочей, 54. Вон они, прямо по центру. Да, это Домодедово, город Домодедово. Слушайте, видите, частный сектор. Почти весь город Домодедово, это почти весь частный сектор. И вдоль вот эти дома. Хотя давайте еще на город сверху посмотрим. Это Москва. Ну, это Домодедовское впереди. Дома я узнаю вдоль дороги. Каширское шоссе. Это МКАД получается. Москва-река. Как все слушаете? Это Братеево, вот, где я живу. Как все свысока, близко. Тут такое расстояние, а тут вот оно сразу раз и все. Бойма Москва-реки, парк прекрасный. Такое маленькое все. А вот район Братеева, вот он, где я живу много лет. Там Мария, но на той стороне. Вот этот центр Марии круглый. Такое все маленькое, с высоты. Все очень, очень компактное, очень маленькое. А там, похоже, вот, сил разрушили. Вот этот строят, там, если я ничего не путаю. Очень жалко сил, я уже не первый раз сокрушаюсь, что такой заводишь. Слушайте, вот она вся Москва, все вот, вон, высотки. Какая она маленькая, с высоты вообще, даже отсюда. Слушайте, вот она. А это уже Горно-Алтайска. А я буду жить где-то здесь, вот посередине экрана. Вот где-то здесь. И величественная Катунь. Красивая река, осень. Солнечные панели, обратите внимание, там целое поле. Чуть-чуть жестковато, но в целом хорошо. Уже много посадок, взлетов в посадок. Все, приехали. До свидания, спасибо. 32 градуса, прикиньте. Вот где тепло. Ну что, Горно-Алтайск. Самый первый раз я приехал сюда числа 20 декабря. Просто по доверию я уже рассказывал эту историю. Просто не знаю ничего вообще о Горно-Алтайске. Что это такое? Смутно представляю, что это Сибирь. Вообще. Кстати, 32 градуса я говорил, да, на всякий случай. И знаете, я не пожалел. При этом все складывалось удачно. Я приехал вообще к незнакомым людям. Просто группа такая есть, Покров Этна. Я их уважаю. Я был на их концертах. Мне очень нравится то, что они делают. То есть современной музыки, красивый вокал Маши. Даже тексты как-то не особо важны. Тем более много для женщин. Но какая-то музыка, определенный уровень у нее. Сложно описать, но очень классно. И я увидел, что Новый год на Горно-Алтае. И я, не думая, платил достаточно много денег при этом. Как бы реально. Я не помню уже. Что-то в районе 50 или даже 60 тысяч, не считая билетов. Но я нисколько не пожалел. Во-первых, с огромным количеством людей познакомился. И помню, вот здесь приехал в Новый год. Это 20-е числа. До Нового года уже немножко. И то ли там соскочил тот человек, кто меня везти должен. То ли что-то свое. В общем, и искали. Нашли в итоге. Я ждал здесь часа три. Ко мне уже пару раз подходили сотрудники. Даже все ли здесь хорошо. Ну, тут пустой аэропорт вообще. Я прилетел вечером при этом. Часов около шести. И часа два или три даже я ждал. Но в итоге все оказалось хорошо. Интересный человек приехал. С ним довез меня прямо туда, в Чендек. Притом дорога ужасная. Ехали через горы. Ну, ужасная в том плане, что дорога-то нормальная. Ну, то есть машин нам иногда за два часа пути ни одной машины за два с половиной не встречалось. Представляете? То есть что вот так случилось? И если с собой нет чем согреться, ну, в плане имею в виду элементарно что-то зажечь костер какой-то, погреться, если вдруг машина сломается, то можно и замерзнуть насмерть. Потому что сибирские морозы, здесь холодно. Ну, конечно, доехали без проблем. Для местных вообще расстояние, к примеру, проехать тысячу километров, это не как для нас, понимаете. Тысячу километров для них, как у нас в Москве, не знаю, там в Калугу съездить. Это дело там пару часов, если не ошибаюсь. Или в Рязань даже. Это побольше, но тоже дело там трех-четырех. Или, что более мне знакомо, может быть даже в Каширу, до которой точно часа два ехать плюс-минус. А здесь тысячу километров расстояние такие, я не первый раз замечаю от людей. То есть здесь местные передвигаются, притом не на внедорожниках даже, просто на легковых могут ехать. И для них вот отсюда, для Новосибирска доехать, вообще как семечки, понимаете. Совершенно другими категориями люди живут, чем в Москве, не знаю, как в других регионах. Но здесь вот эти расстояния, они как нечто само собой разумеюще. Не важно, зима это или лето. Сибирский, конечно, народ очень такой, ну, крепкий, как я понимаю. Трудности не боятся. Ну, люди, конечно, разные, нельзя всех под одну гребенку. В общем, настроение отличное, поеду сейчас заселяться. Жилье, кстати, дорогущее, сколько, пять тысяч за две ночи. Но зато квартира в пятиэтажке, но чистенькая. Я здесь уже два или даже три раза эту квартиру снимал, сколько я здесь ночевал. Ну, да, или даже четыре. В общем, контакты оставил. Сейчас же этот R&B, вот этот RBNB закрыт, к сожалению. Он реально был нормальный. Авито, потому что это на букву Г, такая мусорка, притягивает туда машинников просто. Потому что пробовал что-то там снимать. И некоторым звонишь, говорят, этой квартиры нет ли вы приезжаете. Столько мусора. Его вычищать нужно, просто авгиевые конюшни. Не знаю, почему удавалось это делать на R&B, а почему не делают на Авито. При этом берут деньги за продвижение, вообще просто непонятно. Я реально не понимаю, почему у других это работало. Замечательно, сколько я RBNB и в Тулу ездил, в Краснодар. Да везде я через них арендовал. Квартиры всегда идеальны. Авито попытался. И отзывы начинаешь читать. Просто отзывы жуткие. Люди просто обманывают очень жестко по недвижке. Поэтому избегайте Авито в плане аренды. Просто вообще избегайте. Я попытался, смотрю, просто жутко. Ладно, на это я несколько отвлекся. Хорошего всем дня, поеду заселяться. Типово, я уже... А, 29 уже, было 32, когда пролетели. Но все равно, знаете, 29 после московских плюс 12. Или Владимирских областей плюс 8. Плюс 3 даже ночью было. Если плюс 4, мне местные говорили. Я в Горноалтайске. Вон, видите. Что мне... Ух ты, классно. Что мне в Горноалтайске, да вообще в республике Алтай нравилось, когда вот эта вся ерунда была со всей этой так называемой пандемией, то тут, в отличие от Собянина, который... Сколько фотографий, уж я за политикой не слежу. И то, как рабы вокруг него все в масках, один он без маски. Да и Путина я в масках что-то не припомню. Здесь... Здесь и местные, я спрашивал, говорят, сама власть, они, естественно, все были в масках. Очень серьезно относились. Притом, ну, заставляли людей, штрафовали людей. Здесь страшные вещи творилось. Мне рассказывали автобус. Сел, говорят, оденьте, или мы вас вынуждены высадить, нас штрафуют. То есть здесь жестили очень плохо было, очень тяжело. И QR-коды вот эти проклятые были, все было. Но, по крайней мере, сами власти соблюдали. Ну, мне так рассказывали. Я, конечно, здесь не жил, не ходил, не смотрел, но хотя бы они требовали и соблюдали сами. Вот, что хочу сказать. В общем, город такой. Много пятиэтажек. Много... Вот на газу, кстати, ездят. Газ, видите? Много пятиэтажек. Ну, весь город я, конечно, еще целиком не обошел. Сюда бы на колесе приехать. Сюда бы на колесе приехать, но колесо самолета нельзя. Аккумулятор надо вытаскивать. Это Марокко. Можно, в принципе, но все равно лишний раз разбирать, собирать. Но можно. Тогда аккумулятор можно с собой взять. В салон самолета, имею в виду, аккумуляторы. Там ячеек много. Единственное, имейте в виду, что бывают наоборот правила. К примеру, во Вьетнам я летал, и там нельзя в салон аккумуляторы. Наоборот, нужно аккумуляторы сдавать в багаж. Помню, с нами летела съемочная группа второй раз, когда во Вьетнаме. А я во Вьетнаме два раза был. Посмотрите, ролики такие душевные. Такие хорошие. Прям классные. Дважды я снимал. Или три ролика у меня было, или четыре. Я оставлю ссылку на плейлист. Там все мои путешествия. И Греция, но давно. И Кипр мой любимый. Много всего. Поэтому посмотрите. Вот. Сейчас разговорился, пока ехал с водителем. Зимы здесь, конечно, ну тоже суровые могут быть. Сибирь. Но зато плавный переход между летом и зимой. То есть зимой до зимы еще далеко. Как вы видели, 29 градусов теплы. Шикарные ощущения, шикарные чувства. Я рад, что я здесь. Поснимаю город, конечно, уже подготовлюсь. Это так, режим влога. А так я про город на Алтайске поснимаю более интересно. Похожу. Завтра продажа дома. В общем, ладно, пошел заселяться. Перекушу только. Сегодня ничего не кушал. Ну, на самом деле, я без еды спокойно могу обходиться день. Ну, без преувеличения. Да, кушать захочется, но не сильно. Либо до вечера по-разному. По ценам, если кому интересно, блинчик с сыром помидора. Или что я там взял. Сырный с грибами. С маслом. Брынзо-помидоры. Цены покажу. На самом деле, плюс-минус по стране они одинаковые. Везде так, куда ни приедешь. Даже отсюда, в тот же Чендек приедешь, там то же самое будет. Местные продукты. И там, правда, еще с этого. В Казахстане шоколадки вкусные, недорогие были. По 40 рублей, по-моему, небольшие. По 80 большие. Но реально вкусные. Да, ребят, это вам не Москва. Выходишь, такое забытое уже за несколько дней чувство. Тепло, жарко. Это классно, конечно. Нравится мне горный Алтай. Нравится здесь все. Туристов говорят много. Я верю. Я помню дорогу, даже без карты, Назаринской. Я снимаю квартиру за 2,500. Тут это нормальная цена, потому что туристы. Для примера таксист говорит, не в Бийске, а где. Открыли в Бийске. Ну, короче, да, Бийск здесь ближайший город. Там, говорит, вообще что-то до тысячи можно снять. И не убитую квартиру, а так. А здесь 2,500, потому что туристов много. Тут 04 регион, или я что-то путаю? Туда, смотри. Купил рубашку хорошую сейчас себе. Давно хотел на выпуск, чтобы носить рубашки. Не люблю я эти все костюмы. Хотя снимался сейчас. Интересный ролик вышел. Как я снимался в фильме. Ну, не совсем в фильме. Это проект для группы ВК. Но все равно там несколько... Да, 04 регион. Все равно очень интересно. Посмотрите, если кто не смотрел. Я там в пиджаке 20-х годов. Я там этот журналист. Да, здесь вот это место. Здесь кофеек неплохой. Сейчас возьму. А здесь еще пиццерия классная. Здорово. Вот смотрите. Умеют же люди хорошо жить. Смотрите. Цветы. Вообще красавчики, конечно. Кирпичный дом. Если это не облицовка. Ну, думаю, кирпич. Молодцы, реально. Друзья, ну, вот такая квартира. Однокомнатная. 2500 ночь. Здесь я уже был. Останавливался. Вполне. Стиралка есть. Постираться. Все есть. Ванна даже. Зимой хорошо, если. Кухня. Все необходимое. Чайник. Микроволновка. Балкон. Выйти воздухом подышать. О, мухи. Нужно осторожнее, чтобы не залетели. Такие виды. Комаров здесь нет. Я уже не раз упоминал, наверное, когда снимал про Горный Алтай. Это важно. И мухи не такие злые, как в других регионах. Еще отчасти поэтому мне здесь нравится. Но это, конечно, не причина. Но если бы здесь было комариное такое место, как у меня усадьба, и то, бывает еще хуже. Я знаю. Сейчас дверь вот так оставим. Проведывание. Вот, отлично. Вот, вполне. Вот мне такую квартиру купить, на самом деле. Просто жить по средствам. Хотя бы вот такую, понимаете. Лучше двушку. У меня трешка, говорю, была в Кольчугино. Но вот такую хотя бы однушку купить. Уже что-то. Опять же, понимаете. Лучше недалеко от Москвы иметь такую квартиру. Ну, случится, что помру. Все мы смертные. Так, у меня пять домов. Тоже их продай, занимайся там детям. А так, будет квартира где-нибудь не очень далеко от Москвы, которая, какой-никакой, все-таки это, это будет, ну, все-таки, приди и живи. Плюс у бывшей жены в Ростове пусть и ипотечная квартира. То есть, что что-то останется, если что-то со мной. Ну, все мы смертные. Иногда внезапно смертные. Это не из книги. У меня сестра в 15 лет умерла. Абсолютно здоровый ребенок. Это было давно, в 2000 году. Просто шла по улице, умерла. Вот, поэтому все бывает, к сожалению. Ну, сейчас уж время много прошло. Но все равно, конечно, тяжело. Вот, поэтому живем, радуемся. Но, на самом деле, в лучшем случае, сколько мне? 43. Я сомневаюсь, что я сильно много проживу. К тому же, высокие люди объективно живут меньше. Еще и тяжелые. Ем побольше. Лишний вес есть. Поэтому, не будем о грустном. Но, если там до 70-75, до живой, это уже хорошо. Другой вопрос, как в 75 лет ты себя чувствовать будешь. И мне уже 43. Но волей-неволей задумываешься. Потому что лет в 15-20 о таких вещах вообще не думаешь. Я прекрасно себя помню. А когда становишься уже постарше, то уже и мысли. Кстати, под штукатурку. Такую венецианскую. Ну, прикольно сделано. Ладно, на этом сегодняшний выпуск я завершаю. Что там в холодильнике, кстати? Ну, ничего не должно быть. Проверю. Человеческая природа такая. Проверить, изучить что-то. Интересно жить так, когда что-то изучаешь, что-то делаешь. Очень интересно. Там, кстати, в Курджиново полностью готова ванная. В домике до штукатуры на все доделано. То есть, под покраску. Только полы застелить линолеум. И все. И домик этот, пожалуйста, новых жильцов ждет сдавать. Говорю, если что-то найду очень крутое, то и продам. Но, конечно, в наши времена продавать дом в Курджиново – это плохая идея. Потому что, что будет дальше, никто не знает. Ладно, друзья, как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Мир всем нам самое главное. До новых выпусков. И думаю, я сниму полноценный уже без влогов, без болтологии. Просто город Горналтайск поснимаю. Счастливо, друзья.